С сегодняшнего дня я запускаю новую рубрику прямых эфиров относительно гармонии духовного и материального. Сегодня будет первый эфир на эту тему. Я поделюсь своим опытом, и тем, кому из вас повезло сейчас узнать об этом эфире, вы сможете задать свои вопросы в прямом эфире. Те, кто будут смотреть это видео в записи, вы, конечно же, тоже не стесняйтесь писать вопросы в комментариях. Я на них с удовольствием, как всегда, буду отвечать, потому что мои эфиры проходят с целью быть полезной людям. Соответственно, если вы будете уже после проведения этого видео писать комментарии, я, конечно, на них буду отвечать с той целью, чтобы вы всё-таки разобрались в той теме, о которой мы с вами общаемся. Итак, раз в неделю я буду проводить эфиры на тему гармонии духовного и материального, то есть помогать вам разобраться со своими внутренними состояниями. И, в общем-то, давайте мы с вами начнём с понимания. «Скажите, пожалуйста, Дим, привет! В какой момент вам стала интересна тема внутреннего развития? То есть что сподвигло вас заинтересоваться этой темой?» Мне сейчас реально ваши ответы важны, потому что я сейчас провожу определённую статистику и попрошу тех, кто смотрит эфир в записи, также написать ответ под этим видео. Почему вас заинтересовала тема, либо, может быть, она вас ещё не заинтересовала, и вы пока ещё не поняли, тоже можно это написать в комментарии. Но я сейчас провожу действительно статистику, такой опрос у разных людей, почему люди приходят в направлении осознанности, почему им эта тема становится интересной. Кто-то говорит, что я увидел более счастливого человека, чем я был на тот момент, и мне захотелось тоже быть в таком же состоянии. Кто-то увидел более финансово успешного человека и тоже захотел иметь именно такой результат, и потом уже понял, что этот результат достигался через осознанность. Кто-то совсем другие истории рассказывает. Я также сейчас поделюсь кратко моей историей, как я пришла в это направление, и почему сейчас я говорю именно о гармонии духовного и материально, почему я ценю в данный момент именно баланс. То есть не перекос в одну из сторон, сейчас дальше об этом поговорим, но вот напишите, пожалуйста, как вы пришли в это направление, почему сегодня вы смотрите это видео и что вас подвигло нажать на кнопочку просмотра, почему вам эта тема интересна. Лично я около 9 лет назад пришла в интернет-бизнес, и мне в тот момент повезло попасть именно в окружение людей, в которых в этом окружении уже практиковалось направление, ну так сказать, самопознание, но сравнивая то, что у меня есть уже сейчас на сегодняшний момент, это был такой вот поверхностный уровень, но всё равно я за это очень благодарна, потому что уже 9 лет назад я узнала впервые для меня, я начала практиковать медитации, и пусть это в тот момент была больше какая-то визуализация, но в любом случае очень многие мои достижения предыдущих лет были как раз благодаря работе с собой. И со временем как-то мне всегда было интересно саморазвитие, но вот именно в направлении самопознания работы с собой глубинной внутренней такой я пришла уже в 2017 году, то есть до этого это я могу назвать больше как саморазвитие, как личностный рост, мне всегда интересно и я продолжаю развиваться и посещать различные тренинги по саморазвитию, по личностному росту, но вот год назад, знаете, возможно у вас тоже было такое, когда определённые события в жизни повторяются. Напишите, пожалуйста, восьмёрочку в чате, у кого такое было. Вот восьмёрочка, да, она ещё немножко похожа на знак бесконечности. Было ли у вас такое, что какие-то ситуации в семье периодически повторяются? Какие-то, где-то может быть вы постоянно сталкиваетесь в один и тот же нерешённый вопрос. Возможно в бизнесе повторяются какие-то ситуации. Напишите, пожалуйста, ну вот кто смотрит также в записи сейчас это видео, также поучаствуйте, пожалуйста, чтобы мы также, чтобы и запись, когда я буду анализировать, мне тоже было понятно, насколько мы с вами друг друга понимаем. Если не было, напишите, пожалуйста, семь. Вот у вас вообще каждый день идёт абсолютно новый, и никогда в жизни такие ситуации вы не наблюдали. Может вы просто внимания не обращали и думаете, нет, ничего не повторялось. У меня на протяжении нескольких лет я замечала определённую закономерность. То есть я стала замечать не сразу, конечно, а по истечению определённых, ну, нескольких лет, что определённые ситуации в сфере финансов, в сфере бизнеса, они повторяются. И в очередной раз, после, когда мне надоели эти американские горки с взлётами и падениями, может, у вас тоже такое было, напишите, пожалуйста, также, ну, если не секрет, то в какой сфере вы наблюдаете именно повторение. Такой, знаете, день сурка. Бывает день повторяется, бывает год повторяется, как бы начинается год на энтузиазме с постановки целей, а потом год завершается, ты смотришь, что как бы были и взлёты, но потом возвращаешься опять же в ту же точку. Я не могу сказать, что у меня прям так было, но что-то похоже. Вот. И около, ну, да, видео у меня будет работать, я думаю, не один день в интернете. В общем, в 2017 году я поняла, что нужно что-то менять. Это было моё внутреннее такое решение, ощущение, даже не то, что решение от головы, но вот ощущение, что я так больше не хочу. Я не хочу, мне надоели эти американские горки. И они мне в прямом смысле надоели, я не сторонник уже такого вот экстрима, этих аттракционов. И я начала смотреть, так как я уже около 8 лет на тот момент развивалась в интернете, я начала смотреть, чем мне заниматься дальше. И я увидела такое направление, как я увидела таких людей, которые развиваются в сообществе Be Happy 24. И знаете, иногда ты принимаешь решение головой, а иногда ты вот головой понять не можешь, но вот каким-то внутренним чутьём ты чувствуешь, что здесь что-то не так, не так, как у тебя было до этого. Ну вот, может быть, в сравнении там с такими вот семейными отношениями можно, может быть, сравнить, когда ты влюбляешься и не можешь объяснить, почему вот ты не можешь. Ты просто влюбился и всё. Может быть, он какой-то не такой, но ты в него влюбился. И на протяжении нескольких месяцев я начала наблюдать за сообществом Be Happy 24, в котором подача информации была не так, как обычно. Без каких-то, без какого-то давления, без зацикленности на деньгах, но в то же время мне нужно было направление, в котором я бы могла зарабатывать деньги. И таким образом я узнала, что ребята в сообществе Be Happy 24 развиваются на фундаменте осознанности. И вот почему я у вас спрашиваю, напишите, пожалуйста, по какой причине вы пришли в это направление? Почему вас заинтересовало? Или, может быть, сейчас вы вот только-только пытаетесь понять, в чём же фишка, где же здесь плюс-минус? То мне как раз хотелось найти что-то действительно для души, чтобы мне было приятно развиваться в новом для меня окружении и в то же время, чтобы я видела перспективу для финансового развития. То есть поэтому сегодня я и говорю о гармонии, о балансе и духовного, и материального, чтобы построить свою жизнь на правильном фундаменте, с правильными ценностями и в то же время иметь и финансовое развитие. Потому что я за своё время развития в интернете, я вижу, как некоторые люди впадают в определённые крайности. Когда вчера он рассказывал, что ему интересно заработок денег, а, допустим, через месяц после того, как у него не получилось зарабатывать деньги, он мне начинает рассказывать, что, ну, понимаешь, деньги — это не главное, они мне вообще не нужны, и я там, всё, я теперь буду дышать только воздухом и питаться солнцем. То есть вот эти крайности я тоже на сегодняшний момент не принимаю. Я думаю, что должен быть баланс, должна быть гармония между этими направлениями. И поэтому я для себя вот и выбрала направление Be Happy 24. Что я бы вам хотела сегодня полезного рассказать? Очень часто мы находим оправдание, так сказать, оправдание своего текущего вот состояния в... То есть ищем причину где-то вне. То есть, как вы думаете, кого легче всего... Ну, где легче всего найти причину? Кто виноват, что у тебя недостаточно денег, что у тебя, возможно, в семье не такие отношения, как ты там всю жизнь мечтал, что у тебя ещё что-то не складывается? Кто виноват? Кто виноват? Никто не виноват, да? Чаще всего, когда мы общаемся с людьми и когда мы пытаемся найти решение, то чаще всего мы думаем, что кто-то другой виноват. Виноват государство, виноват наш партнёр, виноват наш друг. И забываем посмотреть именно вовнутрь самого себя. А если мы не смотрим вовнутрь самого себя, мы, так сказать, ну, уходим от ответственности. И если мы уходим от ответственности, если мы не находим, что же на самом деле находится у нас внутри, мы, знаете, можно сравнить с тем, что мы... Вот когда у нас что-то болит, ну, допустим, болит нога, и ты в это время пытаешься выпить обезболивающее, но в это время ты даже не смотришь, почему у тебя болит нога. То есть ты не устраняешь причину той ситуации, которая тебя сейчас беспокоит. Я недавно была на конференции с одним из, на мой взгляд, величайших людей в направлении осознанности. Это Садгуру. Мне повезло, что он приезжал в Киев. Добрый вечер, добрый вечер, Саша. Так вот, он рассказал очень, на мой взгляд, такую показательную историю. Кстати, я вот начала сейчас читать эту же книгу «Внутренняя инженерия». Здесь тоже этот пример рассказывается. Вот представьте, значит, аптека, и в эту аптеку заходит человек. Но по пути, как он входит в аптеку, он встречает другого человека, который вот возле входа в аптеку стоит, держится за столб, и явно у него какое-то беспокойство. Он стоит со скрещенными ногами, и его каким-то таким вот неадекватным образом бегают глаза, и явно человек как бы не в себе находится. И этот покупатель, новый покупатель, заходит в аптеку, говорит, а что это за человек стоит возле аптеки? А продавец аптекарь говорит, это мой клиент. Он говорит, а что с ним, что с ним такое? Он говорит, он пришел ко мне и попросил лекарства от кашля. Он говорит, ну и что вы ему дали? Я, говорит, ему дал слабительное. И этот говорит, слабительное от кашля? Представляете, как вам? Этот говорит, да, я ему дал слабительное. И как вы думаете, он теперь посмеет покашлять? То есть этот человек стоит, он себя весь зажал, теперь вот там вот держится за столб, ему дали слабительное. Если он сейчас покашляет, ну в общем вы поняли. То же самое можно провести аналогию с тем, когда мы пытаемся решить свои какие-то проблемы, когда мы пытаемся устранить свой такой вот день сурка, год сурка, не устраняя изначально причину, а как бы смотря просто сверху. То есть мы как бы приукрашиваем, что у меня на самом деле все хорошо, я не виновата, это вот у меня муж не такой, у меня там начальник не такой, и все такое. На самом деле, если мы хотим, чтобы действительно перемены наступили, а мы хотим, чтобы перемены наступили, напишите, пожалуйста, кто, вот сейчас в комментарии напишите единичку, кто действительно ожидает перемен к лучшему. Кто действительно хочет перемен к лучшему. Напишите, пожалуйста, единичку Мы сейчас определим, кто действительно готов Пока еще не готов, да, кто хотя бы действительно хочет И кто смотрит в записи, я напомню, тоже участвуйте, пожалуйста Чтобы у нас был, мне в запись было легче анализировать Ну и вы получили максимум также пользы Вот, если вы хотите действительно перемен к лучшему То нужно согласиться и принять тот факт, что нужно работать с причиной А не уже со следствием Спасибо за текущие уже единички, друзья Я вам желаю, так сказать, попутного ветра в том направлении, в котором вы развиваетесь Потому что, ну, первое, да, нужно поставить цель И понять, что сейчас у нас не финальное положение дел А есть еще к чему стремиться И очень часто мы перекладываем ответственность извне на внешние факторы Если мы хотим действительно перемен, то нужно посмотреть внутрь Какое отношение я имею ко всему происходящему Знаете, когда я около 9 лет назад пришла в интернет-бизнес Я уже говорила, что это было определенное сообщество тоже людей И я помню, это у нас было оффлайн-собрание В котором я была в тот момент новичок Люди, так, секундочку Люди были уже более опытные И я помню, один из лидеров, который выступал на тот момент на сцене Он задал вопрос Кто согласен с тем, что все, что в вашей жизни происходит На 100% зависит от вас И он задал тогда этот вопрос Напишите, пожалуйста, сейчас в чате Процент, который вы считаете, зависит от вас То есть на сколько процентов все происходящее с вами Зависит именно от вас Может быть на 10%, может быть на 50%, может быть на 80%, может быть на 100%, может на 1% Может вообще вы никак не влияете на все, что происходит с вами Напишите, пожалуйста, на какой процент вы считаете, что вы оказываете влияние на все, что с вами происходит И вот вы сейчас пока пишете Я расскажу свои мысли в тот момент, когда я первый раз услышала этот вопрос Когда я услышала этот вопрос, я смотрю, а люди в зале Он же спросил, кто согласен, что на 100% все зависит от вас И все начали поднимать, ну не все, а вот кто был в моем поле зрения Они начали поднимать руку А я сижу вот так вот, знаете, нет такого ощущения, что я эти руки тогда прям вот к себе прижала Вот да, у меня тогда был ответ приблизительно вот как Дима и то с большими сомнениями Я так подумала, не, ну как от меня? Ну вот я иду по улице, тут едет машина, она меня обрызгала Это что, я виновата? Нет, вообще не виновата, я машину эту сюда не вызывала Если я иду, мне нужно срочно перейти на светофоре И тут мне загорается красный свет Как я могу повлиять на этот красный свет? Никак не могу То есть у меня было такое вот сопротивление, что вообще я, ну так как, знаете, я смотрела по сторонам И практически все в моем поле зрения поднимали руки У меня в голове тоже вот уместилось Думаю, ну ладно, процентов на 80, оно, наверное, ладно, я соглашусь, что оно от меня зависит Но чем дальше я двигалась Спасибо вам за ваши ответы И благодарю за искренность И за то, что вы не согласились сразу на 100% Ну чем дальше я двигалась в саморазвитии, самопознании Особенно уже в последнее время в самопознании Смотря внутрь себя, на свои внутренние эмоциональные состояния И, знаете, наблюдая причинно-следственную связь Я все больше стала соглашаться с тем человеком, которого я услышала еще 9 лет назад То есть вот 99% кто-то сейчас написал Когда чем выше процент мы ставим Чем на выше процент мы осознанно соглашаемся Тем больше ответственность мы берем за все, что происходит И тем с большей ответственностью мы живем Я бы так это, наверное, сформулировала То есть когда ты, знаете, вот как люди говорят Меня обманули, меня позвали там в какую-то компанию Меня там кинули Но первостепенно кто принял решение прийти в эту компанию? Ты сам туда пришел или тебя туда затащили? То есть как-то же ты принял решение на основе своих каких-то убеждений На основе своих каких-то внутренних состояний Почему-то ты туда пришел А мы смотрим на поверхности Меня туда пригласили, кто-то в этом виноват Но если начать копать глубже И все-таки посмотреть А почему я сделал такой выбор? Вот это то, что очень многие люди Не готовы принимать такое вот решение Не готовы брать такую ответственность Это в разных сферах Это может быть в бизнесе Это может быть в семейной жизни Когда кто-то, вот семья, муж и жена И наверняка вы видели Возможно у вас такое Может быть вы где-то со стороны видели Как муж и жена Они постоянно друг другу рассказывают Кто кому что должен Вместо того, чтобы подумать А что я могу сделать Для того, чтобы в нашей семье наступила гармония А что я могу сделать Для того, чтобы у нас произошло взаимопонимание А что я могу сделать Для того, чтобы наладить отношения Вместе с моим там начальником Чтобы у нас не было вот такая же Такая атмосфера и так дальше То есть чем быстрее мы берем ответственность За все происходящее вне нас На себя, тем быстрее и веселее Как бы жизнь налаживается То есть первое, на что нужно обратить внимание Это на то, что находится у нас внутри Те наши внутренние состояния То наше внутреннее ощущение, эмоции Именно это является основой в том Что с нами происходит вне То есть то, что находится у нас внутри Отражается вне И то, что вы видите вокруг себя Это отражение вашего внутреннего состояния Я знаю, что для многих это сейчас вызывает дискомфорт Я знаю, что это самое сложное в начале Что нужно принять Но пока мы это не принимаем Мы продолжаем ходить по замкнутому кругу А мы с вами изначально начали с того Что мы готовы к переменам И в первую очередь нам нужно начинать работать именно с собой Смотрите, друзья Как вы думаете, насколько ваше внутреннее состояние Эмоциональное состояние Влияет на то, что происходит с вами То, что с вами происходит Опять же, в семье, на работе, в бизнесе То, каких людей вы, может быть, встречаете Как у вас складывается диалог с продавщицей Которую вы хлеб покупаете Насколько ваше внутреннее состояние Влияет на то, что с вами происходит Напишите, пожалуйста, сейчас новый процент Как вы думаете? Вот ваше, вы вышли на улицу В абсолютно в позитивном настроении Привет, привет, элита Вы вышли в позитивном настроении Все классно Насколько ваш настрой повлияет на весь, допустим, ваш день Или, может, вы просто в магазин вышли Или, если вы вышли с тем, что перед этим вы сломали ноготь Или споткнулись, ударились Может быть, проснулись больной головой Ваше состояние какое-то, ну вот, немножко раздраженное Повлияет ли это на то, что будет происходить с вами? Так, уже здесь у нас пошли соточки Друзья, кто еще, как думает? Может, вообще не влияет Может, можно притвориться, что на самом деле у тебя все хорошо Знаете, бывает, я общаюсь с людьми И вот человек говорит У меня самая большая проблема на сегодняшний момент Это финансы У меня нет денег И я хочу, чтобы эти деньги у меня появились И когда я общаюсь с этим человеком По нем видно, что, ну вот, знаете, как бы это объяснить на невербальном уровне И это можно увидеть визуально И можно это еще прочувствовать Но от человека чувствуется страх И этот страх, он сеет вокруг себя И, соответственно, через этот страх он пытается Он делает видимость, он занимается самообманом И, как бы, говорит, я вообще хочу денег Но в это время у него страх внутри И, соответственно, через этот страх формируется твоя реальность Если у тебя внутри много накопленной обиды То все, что происходит с тобой вокруг Ну, как бы, оно формируется на вот этом вот фундаменте Который либо в течение сегодняшнего дня Кто-то тебя обидел, ты обиделся и пошел А есть вот эти вот эмоциональные состояния Накопленные вот годами Иногда тоже общаюсь Ну, сейчас уже меньше таких людей встречаю Но все-таки бывает Когда ты ему что не скажи, он обиделся Ты ему, ну, я скажу или кто-то другой И просто человек живет в тотальной обиде Он всегда думает, что его кто-то обделил Что ему там меньше всего достало Видели таких? Напишите плюсик Может быть, не про обиду Давайте мы, знаете, себя сложно анализировать Да, мы можем пообсуждать кого-то со стороны Причем имен можно не называть Напишите, пожалуйста, в чате Видели ли вы людей, у которых вот это состояние какое-то закрепленное Напишите, пожалуйста, именно состояние Может быть, это обида Может быть, это человек в тотальной радости живет Может быть, в любви Может быть, в благодарности Может быть, в злости Может быть, ты ему что не предложишь Он ничего не принимает Он живет постоянно в неприятии Напишите, пожалуйста, видели ли вы таких людей? Себя не надо вообще Мы не про вас Просто про кого-то другого Давайте мы вспомним, насколько действительно такое есть И то есть, смотрите, на этом состоянии человек и формирует свою реальность Поэтому, сейчас я дождусь ваших ответов Если не встречали никогда таких людей Вообще все абсолютно разные И вы никогда не видели людей, которые Знаете, есть люди, которые смотрят О, идет дождь И человек в радости Он с радостью смотрит на дождь А есть человек, ему какая бы погода ни была Он постоянно ему не так Говорит, блин, сегодня жарко Вот, пошел дождь Вот, дождь, погода плохая Там наступила весна Вот, слякоть То есть, человек живет постоянно Ему все не так У него постоянно идет какое-то неприятие И через это неприятие он формирует свою Ну, он формирует свою реальность Так вот, смотрите Значит, ходят Выхожу на улицу Там их полно Люди разные есть А видели ли вы людей Может быть в вашем окружении Которые Ну, как вам это объяснить Ну, вот я вам говорю Вот, у меня есть Такой знакомый Который постоянно рассказывает Что его кто-то обидел Либо ты ему что не скажи Он уже думает какой-то подвох Что ты его в этот момент обижаешь Замечали такое? Напишите плюсик Если замечали Какие-либо подобные вот состояния Я хочу, чтобы вы поняли О чем я говорю Что есть люди настроения А есть люди, в которых состояние Оно прям накопленное Оно прям Ну, что бы с ним ни происходило Он везде ищет повод Для того, чтобы разозлиться Ему всегда все не так Другие люди Ты ему просто конфетку дашь Он тебе полчаса будет благодарить Кто-то Или ты А есть люди, которые Никогда тебя не благодарят Ты бы ему что не сделал У него бы что? Может, ему даже миллион Завтра свалится на голову И он Он из-за этого скажет Что это так и надо было Что ему все должны Понимаете? Так, что вы пишете? Да, Эльта говорит Тоже встречала похожих У Саши говорит Только белый пушистый А я не говорю Что кто-то Я говорю Что есть именно Вот состояние у человека Пушистик И он всегда во всем Видит положительную сторону Какая бы погода ни была Ему нравится Он видит О, дождь Классно Свежо Можно открыть окна Можно запустить свежесть Можно выйти погулять под дождем И вот в этом состоянии радости И приятия И благодарности Он формирует вокруг себя реальность То с ним и происходит Или, например Какой еще можно пример привести? Понимаете? Я не говорю Что есть только какие-то Ну, на первый взгляд Негативные Есть и такие И такие Вот Это правильно Да? Вот в такой вот В радости Да Ну, правильно Неправильно Это тоже, да? Каждому Мы тоже Не имеем права Кого-то переделывать Главное Чтобы нравилось Элита говорит У меня есть подруга Сейчас Крайне редко Встречаемся Потому что Невыносимо ее слушать И дальше Я не вижу Что написано Но смысл Да, я поняла То есть Есть люди Которые Что бы ни происходило Им Ну, всегда Все не так Это наше Внутреннее такое Ну, то есть Состояние Которое уже закрепилось И Пока ты не признаешь То есть Мы с вами С чего начали Что Мы хотим В нашей жизни Перемен И если мы Этих перемен Действительно Хотим Нам нужно Посмотреть В себя Какое Наше Состояние Формирует Нашу реальность Понимаете И вот смотрите Сегодня я Свой эфир Уже буду Подводить К концу Я буду Стараться Все-таки Минут по 20 Проводить Эфиры Чтобы И Много информации Не перегружать Но давайте Мы с вами Возьмем Домашнее задание Так как я Все-таки Хочу Чтобы наши Эфиры Были Регулярные В этом направлении Во-первых Самое Сложное Что нужно Сделать Это Взять Ответственность За все Происходящее На себя Это только На первый взгляд Кажется Что это Очень легко На самом деле Завтра Когда вы Выйдете На улицу И вас Не дай бог Это не я Сделала Ну не дай бог Завтра Пошел дождь И вас Опляпала машина Попробуйте В этот момент Подумать Где здесь Причинно-следственная связь И почему Именно с вами Это сейчас Произошло То есть Давайте В течение Если вам Хватит Где-то Два-три дня То вот Первые Два-три дня Просто Понаблюдать Не перекладываете Или вы Ответственность За то Что происходит С вами На кого-то Другого И как только Ну вот Заведите себе Такой вот Подсчет Ставьте Ну выберите себе Какие вам нравятся Значки Может быть Солнышко Может быть Сердечко Может плюсик Единичка И просто Проведите себе Отчет В течение Ну лучше Двух-трех дней Если особенно Для вас Это сегодня Абсолютно Такая вот Новая задача Просто ради Интереса Понаблюдайте В течение дня Не случается Или с вами Такое Что вы думаете Что кто-то Вам чего-то Должен Вместо того Чтобы подумать А что я могу Сделать В этой Конкретной Ситуации Когда у вас Напишите Единичку Пожалуйста Кто хочет Поиграть Вот в такую Игру Самонаблюдения Потому что Если мы Готовы И хотим Каких-то Перемен То Ну Как там Как это Говорится Без труда Не вытащишь Рыбку Из пруда Вот Если кто-то Готов Действительно Поработать Для того Чтобы Позитивные Изменения Начали Происходить Чтобы Началась Трансформация И В результате Мы пришли К тому Чтобы все Наши сферы Начали Гармонизироваться Давайте Понаблюдаем О Хуан Привет Спасибо Друзья За единички То давайте В течение Вот Двух Трех Дней Лучше Трех Дней Понаблюдаем Сколько Вы Выберите Себе Два Значка Вот Может быть Там Плюсик И Солнышко Вот Сколько У вас За день Соберется Плюсиков За то Что Вы На Кого-то Попытались Переложить Ответственность Как только Вы поймали Себя На Этой Мысли Ставьте Себе Плюсик Можно Вечером Подвести Итог Если Вдруг Забыли И Сколько Солнышек Вы Допустим Заберете Если Вы Солнышко У нас Будет За что Даваться Например Если Вы Видите Ситуацию И Вы В ней У меня Часто Бывает Я Ловлю Себя На Мысли Что Раньше Я В этой Ситуации Обиделась А Теперь Я Подхожу К Ситуации Осознанно Если Вы Себя Поймаете На Что Вы Осознанно Видите Ситуацию И Понимаете Думаете Что Вы Можете Мне Сделать Где Здесь Ваша Причинно Следственная Связь То Ставите Себе Солнышко Вот Пособирайте Себе Солнышки Возможно Плюсики В течение Двух Трех Дней И Следующие Три Дня Это Будет Задание Со Звездочкой То Вы Когда Обратите Внимание Что Ответственность Все На Вас Со Все Происходящее То Давайте Понаблюдаем Какое Какое Состояние Чаще всего То есть Какое Настроение Какое Состояние Какую Эмоцию Чаще всего Вы Испытываете В течение Дня Это Будет Наши Следующие Три Дня Вот В течение Дня Понаблюдайте Если Вы Смотрите В окно И вам Радостно Окей Записывайте Вот Просто Позаписывайте Свои Эмоции И внутренние Состояния Если Вы Смотрите В окно И идет Дождь И вместо Радости Вы Испытываете Блин У вас Зажимает Горло Вы Такие Обидно Становится Я хотела Пойти Погулять Там Или еще Куда-то Хотела Пойти Вы Чувствуете Обиду Запишите Эту Обиду В течение Дня И Желательно Вот Чем чаще Тем Лучше Ну Как Минимум 5-10 Раз В течение Дня Обратите Внимание На себя На свое Эмоциональное Состояние Эмо Это Какие У нас Бывают Эмоциональные Состояния Радости Эмоционального Неприятия Злости Агрессии Может быть Общаясь С людьми Вы заметите Что у вас Остается Осадок Какого-то Неприятия Этого Ну вот Ну то есть Понаблюдайте Я не буду Чтобы каждый Не навешивал На себя Сейчас Ярлыки Просто Понаблюдайте За своими Эмоциональными Так сказать Наработками Вот И в следующие Три дня То есть Первые Дня Первые Три дня Мы наблюдаем Где же Ответственность На нас Или мы Кому-то Ее Дарим Да Пока еще И в следующие Три дня Понаблюдайте Пособирайте Какие Эмоциональные Эмоции Эмоциональные Состояния Эмоции Вы чаще Чаще Испытывайте И в следующем Эфире Мы с вами Разберем Что же Делать То есть Первое Нужно Определить Нашу Стартовую Точку А дальше Как эти Эмоциональные Состояния Возможно Трансформировать Возможно Как их Использовать Как с ними Работать Прорабатывать И чтобы Прийти Все-таки Гармоничному Состоянию Я поделюсь Теми практиками Которые я Уже Для себя Применяю Ну и Которые Я считаю Достаточно Такими Результативными Которые Действительно Гармонизируют Так сказать Различные Сферы Жизни Сейчас Дима Говорит Часто Солнышки Случаются Это Радует Это значит Ты солнечный Человечек Хорошо Друзья На этом Будем Эфир Завершать Спасибо вам Большое За активное Участие Если у вас По ходу Будут Возникать Вопросы Может быть В течение Следующих Дней Когда вы Начнете Прорабатывать Вы можете Ответы Вопросы Свои Писать Сразу Под Этой Записью Ну и Конечно же Если они У вас Накопятся До следующего Вторника Среды То разберем Уже И в Прямом Эфире На этом У меня Все На сегодня Я вам Желаю Гармоничной Недели Как следствие Я вам Желаю Гармонии И внутри И снаружи То есть гармонии Внутреннего И внешнего Ну и Конечно гармонии И духовного И материального На связи С вами была Ольга Барабанова Желаю вам Приятного вечера Ну и завтра Интересного Наблюдательного дня Пока-пока До скорой встречи